Средневековый город уже в эту субботу превратится площадь борцов революции. В Тюмени пройдет фестиваль исторической реконструкции. В этом году рыцари сложили мечи и решили показать, какие они в мирной жизни. Быт и нравы того времени покажут реконструкторы. А на репетиции уже удалось побывать Ларисе Соловьевой. Лицевая сторона из шерсти, подкладка из льна, только натуральные ткани, только ручная сборка. Преподаватель Тюмгу в свободное от работы время реконструктор и по необходимости портной. Это не первый костюм, который он шьет себе. Снова и снова Дмитрий Гоголев отправляется в средние века за эмоциями. Я получаю положительные эмоции, прежде всего, в ответ на те отрицательные эмоции, из которых жизнь не происходит. То есть я компенсирую этими положительными эмоциями тот негатив, который сваливается каждый день. Весь цоколь корпуса Тюмгу превратился в средневековую мастерскую. Вот так готовятся доспехи, сила рук, точные удары и можно в бой. В средневековье также доспехи делали? Да, абсолютно. То есть рихтовальный молоток, так или иначе, имел похожую форму, по крайней мере. И пластины также выбивались в простую. То есть некоторые марки стали не требуют, чтобы их накаливали. Достаточно просто так называемой холодной ковки. Уже почти готовы декорации. В этом году исторический клуб покажет жизнь средневекового города, его нравы и отношения между людьми. Фестиваль Тюмгу проводят уже в шестой раз. Но в этом году не будет войн, будет любовь, обман, интриги. Я не знаю слов любви. Ну, а хоть какие-нибудь слова вы знаете? Ну, я знаю слово вперед! А слово назад вы знаете? Студенты и преподаватели вуза разыграют сценки из жизни средневекового города, проведут мастер-классы, а пока репетиции не всегда гладкие. Вообще очень плохо. Почему слова не выучили? Много слов приходится учить. Ну, как сказать, у меня получается две сценки, три. И как бы, ну, немного, на самом деле учиться легко. Слова простые, фразочки интересные. У каждого свой образ. И выдают современную молодежь только гаджеты и неаутентичные прически. Это я все прикрою головным убором, потому что волосы-то вообще как-то не очень прилично мне показывать. Да, прическу, конечно, не совсем недавно сменила мои косы. Оценить результат тюменцы смогут уже в эту субботу. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.